Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас в начале очередной торговой недели на финансовых рынках после выходных. Собственно, как и всегда, мы с вами на площадках, чтобы проанализировать события, сложившиеся на рынках и в отношении инструментов на прошлой торговой сессии. Последний у нас торговый день пришел, разумеется, на минувшую пятницу. Новая неделя, новые отчеты, новые события, ожидания, хотя в целом ожидания не сильно-то и меняются. Мы ведь, как и раньше, настроены, я надеюсь, что вы не изменили свои прежние позиции. Мы, как и раньше, настраиваемся на более бодрую американскую валюту и, разумеется, на более слабые рисковые инструменты. На этой неделе точно не придется скучать. Если, собственно, в ходе прошлой пятидневки мы фактически пытались вытащить из экономического календаря хотя бы что-то интересное, то сейчас, в принципе, каким бы инструментом вы бы не спекулировали, точно что-нибудь интересное найдется. Даже торговая сессия понедельника, которая традиционно у нас работа над движениями, над новостным фоном, сложившимся в пятницу, обычно в понедельник у нас не наблюдается, каких-то интересных отчетов. В принципе, экономический календарь традиционно бывает пуст, но сейчас, я думаю, что многие из вас уже посмотрели, мы сегодня сразу же, собственно, берем БК за рога и, в частности, анализируем данные по роничным продажам по штатам. Очень важный отчет. Опять же, есть какие-то отдельные, собственно, фундаментальные статистические релизы, которые имеют, скажем, большее значение для кого-то, для кого-то меньшее, но, в частности, в отношении американской статистики, роничные продажи очень часто ставят наряду с общим показателем инфляции и наряду с показателем non-farm payrolls. Я согласен, что этот отчет полностью подходит, скажем, весовую категорию вот этих релизов, которые оказывают самое серьезное воздействие на доллар. Почему? Потому что роничные продажи характеризуют активность потребителей и на основании этого индикатора мы делаем, на мой взгляд, абсолютно однозначные и правильные выводы. Должны делать, что с ростом розницы есть, опять же, ожидания, растут ожидания увеличения инфляционного давления. И, в конце концов, все это настраивает нас на определенные ожидания касательно действий Федрезерва. Мы постоянно говорим про перспективы повышения процентной ставки. Вы должны понимать, что для всех глобальных рынков, собственно, действие ФРС имеет очень большое значение. Потому что именно политика американского регулятора влияет на стоимость ликвидности, влияет на состояние национального фондового рынка. Будучи, собственно, ключевым рынком среди всех развитых стран, американская фонда по принципу цепной реакции сказывается, опять же, на настроениях и прочих площадок. Мы должны продолжать говорить о перспективах повышения ставки. Напоминаю, что, как и, собственно, неделю назад и еще месяц назад, ориентируемся с вами на декабрьское повышение. И, судя по тем отчетам, которые нам доводится разбирать в последние недели, вероятность того, что американский регулятор поступит именно так, достигла 100% отметки. И уже никто не сомневается, не допуская никаких форс-мажоров, которые могли бы, собственно, сказаться, повлиять на будущее решение американского регулятора. Вот почему мы продолжаем верить в рост доллара. Потому что экономическая конъюнтура сложилась таким образом, что в него нужно верить. Против отдельных инструментов американская валюта сейчас проигрывает. Но только против тех, которые характеризуются, может быть, большими защитными свойствами. Вы знаете, что среди них традиционная защитная валюта – это японская иена. И мы традиционно еще рассматриваем связку доллар против японской иены. А сейчас на фоне того, что происходит на мировых фондовых рынках, с учетом, опять же, паники, которая продолжается, если мы посмотрим на движение фьючерсов и американского фондового рынка, убедитесь в том, что распродажи, они никуда не делись, они не сошли на нет. И трейдеры с открытием новой недели готовы снова, собственно, оказывать давление на американскую фонду. Большой вопрос, куда, в конце концов, это заведет индексы. Я не знаю ответа, но допускаю, что коррекция, которую сейчас все характеризовали как технической природы, эта коррекция может быть продолжена. Мы также будем разбираться еще, действительно ли только техника влияет на то, что происходит на американском фондовом рынке в пятницу. Или даже в четверг пришли к выводу, что не совсем так. Потому что американский фондовый рынок просто сейчас не в состоянии конкурировать с другой категорией финансовых инструментов. Это японские, точнее, американские облигации. Даже несмотря на то, что десятилетние казначейские бумаги по доходности сейчас находятся не на таких пиковых значениях, скажем, как в начале еще прошлой недели. Но все равно они держатся выше 3%. Это более чем достаточно, чтобы трежерис достойно смотрелись на фоне того, что происходит на американском фондовом рынке. И заставляли определенную часть, довольно крупную инвестору, все-таки приориентироваться на них. Я думаю, что как раз рост трежерис выше 3,25% и стал основным катализатором, собственно, распродаж американского фондового рынка. Это не значит, что именно достижение этой планки послужило спусковым крючком для тех понижательных тенденций американской фонды. Я лишь провожу вот эти параллели и аналогии. Для того, чтобы вы поняли, что на американском рынке давно с учетом такой доходности трежериса сложилась ситуация, когда рынок стал до невозможности перекупленным. И вот мы ждали, когда все-таки разразится эта коррекция, и наконец-таки она наступила. Я надеюсь, что для большинства из нас, а в идеале для всех, она была ожидаема. И вы смогли, собственно, на этом заработать. Если и пока что не смогли, значит наверняка сможете, потому что, как уже было отмечено, в целом нисходящий тренд должен сохраниться. В ходе дальнейших торговых сессий у нас будет также достаточно отчетов. Собственно, завтра протокол Резервного банка Австралии. Темпы роста зарплаты в рамках Англии. В среду стартует саммит ЕС по Брекзиту. Кто-то говорит, что будут какие-то подробности по тому удалось ли достигнуть соглашения или нет до среды. Но сегодня я уже готов поделиться с вами информацией. Я надеюсь, вы понимаете, с учетом того, что фунт остается под давлением, открыл сегодняшнюю торговую сессию с ГЭПом, что все пошло опять не так, как хотели оптимисты. Но все пошло так, как мы с вами прогнозировали. Потому что, несмотря на тот позитив, которым закидывали рынок на прошлой неделе, мы были верны другому сценарию, когда во что-то да упрутся переговоры. И в конце концов станет ясно, что прогресс не такой очевидный. И есть пункты, которые обсуждаются настолько, скажем, спорные и настолько далекие от этого компромиссного решения, что в конце концов нет возможности говорить о хороших, скажем, предпосылках выхода на разрешение этого вопроса, достижения соглашения по Брекзиту. Также протоколы в среду, друзья, американского регулятора. Вот тут-то, конечно же, я надеюсь, что американская валюта, даже несмотря на то, что сейчас проигрывает японская, ей не сможет выкарабкаться выше текущих значений и напомнит рынку все-таки, кто на площадках сейчас лидер роста. И до конца недели еще несколько релизов по Штатам и статистика по Канаде. Это данные по инфляции и по уроничным продажам, которые традиционно у нас в Канаде публикуется в пятницу. Друзья, я сегодня приглашаю вас всех на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы традиционно будем разбирать еще раз события минувшей недели. Что-то, может быть, я не освещал на брифингах, попробую реабилитироваться на вебинаре. Также коснемся сразу же по хронологии основных релизов этой недели. То есть попробуем замахнуться по ожиданиям, ориентируем касательно основных валютных пар и сырьевых инструментов. Собственно, до закрытия текущей недели. То есть перспектива недельная. Если есть возможность, если есть время, подключайтесь. Сегодня в 16.30 по московскому времени традиционный вебинар «Правильный понедельник». Теперь давайте чуть подробнее, но крупными масками пробежимся по основным торговым идеям. Нефтянка 81.47 сейчас котировки. Предлагаю сделку селс-стоп с отметки 80.70, потому что нефть наконец-таки дала слабину. Мы убедились в этом на прошлой неделе после серьезнейших распродаж, которые пошли еще со среды. И в целом сейчас уже, оглядываясь назад на тот новостной фонд, который был, сложился, я думаю, что у «Медведя» нет сомнений в том, что их позиция, которая для кого-то была, может быть, спорной, когда котировки росли. Но их позиция все-таки была правной. И так же, как и продавцы на американском фондовом рынке, продавцы на рынке черного золота дождались своего счастливого часа. Почему мы нефть продаем? Потому что были пересмотрены прогнозы по темпам экономического роста от Международного валютного фонда. С вашего позволения цифры сейчас опущу, они не важны. Ураган Майкл у нас, в принципе, уже в истории. Статистика Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов в Штатах указала на то, что продолжают вводить в эксплуатацию все новые и новые буровые, что в конце концов будет подстегивать рост объемов сланцевой добычи и увеличение совокупного производства в Штатах. Было несколько важных докладов на прошлой неделе. Это доклад ОПЕК, в соответствии с которым сама Ближневосточная организация отчиталась о росте нефтедобычи, не стесняясь ничего и никого сообщив о том, что, ну да, мы увеличили добычу, подняли производство, превысили планку в 1 миллион. Это действие, которое стало реакцией на риски нехватки предложения. То есть, опять же, ОПЕК нашел возможность оправдать рост активности. Россия увеличила добычу, это тоже общеизвестный факт, в оккупности только лишь Саудовской Аравии и России. И того, насколько прирост был ощутимый, уже достаточно, чтобы компенсировать снижение производства Ираном. Мы уже в меньшей степени, и я надеюсь, друзья, с меньшим интересом относимся к идее дефицита предложений из-за того, что санкции станут причиной тотального стопора производства в Иране. Это не так, и я надеюсь, вы в этом уже убедились. Также ОПЕК пересмотрела прогноз спроса на нефть, и в пятницу Международное энергетическое агентство также согласилось с оценкой ближневосточного картеля, отметив, что спрос также будет снижаться. Темпы экономического роста, как я отметил, снижаются не просто так, друзья. Мы не раз с вами пытались вскрыть вот эти проблемы, а сейчас характерные для мировой экономики. И для рынка сырья все довольно просто. Чем меньше темпы экономического восстановления, тем меньше спроса. И в конце концов, выводы, я надеюсь, вы все уже давно сделали, ну или, по крайней мере, можете их сделать сейчас. Есть серьезный риск более слабого спроса на нефтьянку, и уже есть куда меньше риск. Это уже не так опасно, как было раньше. Нехватки приложений из-за Ирана. Вот, пожалуйста, такие элементарные вводные, которые в конце концов создают условия для дальнейших распродаж нефти. В эту среду ждем очередной отчет по запасам нефтянки в Штатах. Катализатор неплохой, мы в этом не раз уже могли убедиться для всего сектора черного золота. Запасы растут уже три недели подряд, отражая закрытие на техобслуживание нефтеперерабатывающих заводов США. Они по-прежнему находятся в таком же состоянии, это продлится как минимум еще месяц-полтора, друзья. Поэтому мы уже говорили о тренде роста запасов в Штатах, что должно приводить также к дополнительным распродажам нефтянки. Ждем, собственно, среду, и если цены на нефть не окажутся в районе 80 уже к этому дню, то, по крайней мере, отчет сможет снова сдать причины повторного теста планки 80 долларов за баррель. Рубль 66.11, я думаю, что завершим мы также эту неделю выше 67, в районе 67,5. Если тест 80 долларов за баррель будет успешным, то рубль перейдет уже в новый коридор консолидации для себя. Этот коридор будет располагаться уже в диапазоне 67,5 и 68,5. А там уже будет зависеть от того, насколько быстро станет валиться нефть. Евро против доллара и британская валюта против американцев. В связке мы рассматриваем уже несколько дней подряд эти инструменты, потому что на них влияет исключительно Брексит. Сейчас европейская валюта вернулась ближе к отметке 1,15-1,1550. Сейчас фунт свалился с максимума, который был на отметке, по-моему, 1,32,60 или 1,32,56. Сейчас котировки 1,31,26. Я, друзья, продолжаю настаивать на том, что нужно, к сожалению, сейчас ориентироваться на сценарий жесткого Брексита. Я надеюсь, что многие из вас, особенно те, кто спеклирует фунтом, следили за новостным фоном в эти выходные, потому что были намеки на то, что ЕС и Англия выйдут на соглашение. В конце концов, я тоже мониторил новостной фон. Друзья, вы знаете, в субботу увидел ссылкой на Times, опять же, комментарий о том, что прогресс фактически достигнут. И немного расстроился, потому что, если бы этот прогресс был бы подтвержден официально, то, конечно же, сегодня мы бы наблюдали очень резкий рост британской валюты. Однако в воскресенье пришли совершенно другие комментарии. Якобы, что после прошедшей встречи Мишеля Бранье, который возглавляет делегацию переговорщиков Европейского Союза, и Доминик Раба, который представляет Англию, в ходе этих переговоров был достигнут прогресс, но все равно, вот прямая цитата, очень много пунктов еще остаются в стадии несовоснованной определенности. Не знаю, как это понимать, но думаю, что понятно, что не договорились в конце концов. И сегодня в результате открытия с ГЭПом британец под давлением. Да, ситуация может измениться. Покупатель может очень неплохо повезти, если в конце концов до среды, либо в среду, в четверг, когда уже будут полным ходом эти переговоры по Brexit, все-таки удастся сломать вот эти барьеры, выйти на соглашение. Но опять же, друзья, вы знаете, что я придерживаюсь другой позиции, и считаю, что раз столько времени уже было потеряно, раз соглашение не удалось достигнуть, даже тогда, когда уже все просто трубили о том, что прогресс есть. Я считаю, что в конце концов очень много, наверное, скажем, спорных нюансов, которые остаются. Ну, самое главное, это вопрос Северной Ирландии, и точнее вопрос границы с Ирландией. Северная Ирландия, как вы знаете, после Brexit осталась вместе с Англией, то есть вышла из состава Европейского Союза, а Республика Ирландия осталась вот в рамках реестров. Вот сейчас никак не могут определить, где проходит эта граница. Думаю, что так и не определят, и в конце концов Англия может распрощаться с доступом к европейскому рынку. Негативные последствия будут для всех. Поэтому по евро и фунту я предлагаю быть сейчас, безусловно, на стороже, друзья. Ждать подробности по этому фону, по этому фундаменту, возможно, это самое главное событие, даже не только это неделя последних месяцев, потому что любой расклад по Brexit может стать причиной серьезнейшего ралли, резкого роста, либо серьезного обвала. Я рассчитываю на развитие событий по второму сценарию. Предлагаю по фунту сделку селс-стоп с отметки 1.3080. И в любом случае вы должны понимать, что такой новостной фон фактически призывает вас, друзья, обязательно использовать стоп-лоссы, потому что движения будут действительно очень интенсивными. Доллар и иена, 111.94 сейчас котировки. Я уже отметил, что очень большую ставку делаю на предстоящие протоколы, то, что они смогут поддержать доллар. Трежерис остается на высоких показателях доходности 3.15. Да, это ниже, чем 3.25, который мы видели еще даже в прошлый вторник. Но это все равно гораздо выше 3%. Доллар может сейчас опираться на комментарии Мнучина о том, что рынок немного неправильно интерпретировал слова Трампа. Он в отношении Федерезерва ни в коем случае не критиковал ФРС. И, в частности, администрация американского президента не имеет права вмешиваться в политику, которая проводится регулятором США. Ну, будем надеяться, что это действительно так. Хотя, наверное, при необходимости Трамп легко сможет повлиять на любое решение, которое лоббируется представителями американского регулятора и лично Джеромом Пауэллом. Но, в конце концов, раз уж был сделан такой комментарий, значит, продолжаем верить в независимость американского регулятора и в том, что ФРС не прислушается к словам Трампа и будет и дальше продолжать ту политику, которую проводим, то есть политику высоких процентных ставок. Как раз в среду, когда выйдут протоколы, мы можем еще раз убедиться в том, что декабрьское повышение ставок – это решенный вопрос. Предлагаю даже, несмотря на то, что сейчас очень заманчиво все-таки продать доллар против иены, учитывая панические настроения на площадках, поддержать все-таки длинные позиции по доллару иене в расчете именно на наличие вот этого катализатора рыночного, который приведет в движение опару уже в предстоящую среду. Американский фондовый рынок, друзья, я предлагаю ставить только лишь на снижение. Собственно, дальше, в понеделье, я предложу новые конкретные сделки, как можно использовать потенциал коррекции. Но новостной фонд и основные причины распродаж, которые случились, они никуда не деваются. Основные из них – это восстановление доходности американского рынка долга, то есть казначейских облигаций. И я отметил в начале этого брифинга, пока у нас доходности 10 лет так выше 3%. Это хорошее основание, чтобы вообще с любого значения продавать американский фондовый рынок и иметь очень большие шансы на успех в плане получения профита. Австралиец 0,7110. Я, пожалуй, даю последний шанс австралийцу достигнуть поддержки 0,70 в рамках этой недели, потому что и доллар, который должен окрепнуть и оказать давление на риск, и много неопределенностей еще по-прежнему с Китаем. Протоколы завтрашние по Резервному банку Австралии способны убедить нас в том, что, точнее, нас убеждать даже не нужно. Еще раз повторить позицию Резервного банка Австралии относительно того, что в плане повышения процентных ставок пока даже на горизонте ничего не маячит у этого регулятора. В общем, если в рамках этой недели Австралиец так и будет держаться выше 0,70, пожалуй, лучше будет уже пофиксить эту валютную пару, оставить ее в походе, попытать удачу где-нибудь еще. Доллар канадец 1,3023, сейчас котировки, друзья, уже от максимумов локальных отошли, ждем пятничные данные по роничным продажам и по инфляции. По ожиданиям статистика должна быть очень крутой, по инфляции многомесячный максимум у нас ожидает впереди 2,9%, в данном выражении, конечно же, с 2,8% рост, достаточно, чтобы уже на следующую пятницу, 26 октября, когда Банк Канады будет пересматривать процентные ставки, настроить нас на то, что решение в конце концов будет принято в пользу того, чтобы их снова поднять. И вот в расчете на то, что в ближайшие 2 недели решится судьба канадца, я предлагаю также рискнуть и пока что сохранить ставку на рост этого инструмента против доллара, то есть сделать ставку на то, что пара доллар-канадец будет снижаться и закрепится в ближайшие дни ниже отметки 1,30. Друзья, на этом, собственно, все. Большое вам спасибо за внимание. Хорошей торговой текущей сессии. Ждем данные по ручной продаже в Штатах. Безусловно, хорошей торговой недели. Детализировать картину будем и подобно ее разбирать на последующих брифингах, как мы это делаем всегда. Ну а сегодня у нас еще одна встреча по расписанию в 16.30 по Москве. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова